Возвращаемся в студию Майджик Скоп Интернет ТВ, канал Маркет Перм24, я его ведущая Пуртова Елена. Представляю своего следующего гостя, это директор Центра семейного отдыха «Разумные люди» Виктор Казаков. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Ну, я думаю, что мы сейчас начнем рассказывать про этот ваш Центр семейного отдыха. Почему самое главное – разумные люди? Кто такие разумные люди, Виктор? Да, очень долгое время не задумывался даже, в чем отличие умный человек от разумного человека, чем отличие. Но вот сейчас начинаю более четко понимать, что очень великое отличие, разница. И чем больше людей по этому поводу задумаются, тем, я думаю, больше смысла в нашей жизни добавится, больше разумных людей появится. Ну, понятная, ясная идея. Еще разумные люди идут отдыхать. Я так понимаю, что вы организовываете немножко такой дикий отдых. У нас очень много направлений в плане разумности. По поводу отдыха. Ну, у нас есть… Нет. Разумные люди в первую очередь занимаются семейным отдыхом. Семейное общее пространство. Мы стараемся прокачать те качества, чтобы взрослые могли с легкостью взаимодействовать с детьми, а дети начали взрослых воспринимать… Как Савиона Ставника. Да, с большим уважением. Больше в нас поверили. А если не мы будем для своих детей примерами, да, то, ну, как бы не хотелось, чтобы кто-то оставил для них примерами. Правильно. В большей степени получается, что до определенного уровня мы взрослые для наших детей в особенности, как боги. Мы что говорим, они проверяют и доказывают себе, что так это и есть. А чуть старше становятся, они вдруг начинают в нас видеть, что мы не во всем идеальны, что мы по утрам не делаем зарядку, что, может быть, где-то есть и вредные привычки. И тогда они задают вопрос, почему с меня вы требуете? И получается такая небольшая стена. Ну, и так далее. Хорошо. Расскажите, куда-то вы уже с детьми ходили, то есть был какой-то уже первый опыт, куда вы сходили вместе с детьми? С детьми самый, наверное, удивительный проект, уникальный и многие вещи внутри открывает. Это так называемый проект «Пешком на море». Может быть, чуть-чуть сейчас напугал, шокировал. Да, да, да. Но на самом деле мы всех заинтересовавших встречаем в Краснодаре. В нашем проекте не обязательно пермики. Этот проект открыт для любого региона, для любой страны. Но точка сбора, место X – это Краснодарский край, город Краснодар. Он хорош тем, что самолетами, поездами, своих транспортом. Легко можно до него доехать, доплыть, долететь. И там мы всех садим в экскурсионный автобус и увозим в горы Северного Кавказа. Но находимся мы постоянно в Краснодарском крае. То есть никуда дальше, Дагестан там и так далее, пока не трогаем, пока не рассматриваем. И там у нас два дня – это адаптация, экскурсии, маленькие треканговые походы, путешествия. И каждый себя проверяет. То есть так как это мероприятие не для суперпрофессионалов, а в первую очередь для семей, то мы так программу подобрали, что она интересна как и детям, так и взрослым. И тоже не для суперспортсменов и суперподготовленных, а для даже начинающих. Самый маленький… Да, хотелось спросить, сколько было самому маленькому участнику? Самый маленький, кто у нас смог пройти. Вообще этот маршрут очень хорошо известен. Я вырос в тех горах, полжизни там провел. И вообще вот в том месте встречал самого маленького, это 4 годика ребенку было. И для меня это было тогда «Вау!» Боже мой, я тут чуть не реву, иду, плачу, сопли на кулак наматываю. А он идет и улыбается, и смеется, и хохочет. Этот 4-х годовалый. Может, ты все-таки в игру превратил для себя? Да, причем… Нам, может быть, и поучиться этому стоит. Правильно. Причем вот нам, взрослым, мы себе ставим какие-то цели, их пытаемся добиться. А дети-то, они идут не за целями, не доказать миру, что они прям такие крутые. Они просто идут. Они находят удовольствие в этом. И вот это для них открытие получается. Так вот, в нашем проекте самому маленькому было 3 годика. Но, правда, его нес в специальный переноский рюкзак-переноска старший брат. Всю дорогу практически. А вот тот ребенок, который сам прошел своими ножками и сам нес рюкзак со своими вещами, это тоже немаловажно, это очень ценно. Причем пытались у него забрать этот рюкзак, так вот он вставал на месте и дальше не двигался, пока не возвращали ему рюкзак. Причем снимали рюкзак, когда он уже плакал, уже все, говорил, сдаюсь, не могу. Давай тогда рюкзак, тебе будет легче. Он говорил, нет, все несут, и я понесу. И вы знаете, эти хорошие зацепочки получались в том плане, когда в обыкновенной жизни, когда уже взрослые живут, и вдруг ребенок прибегает и говорит, все, я не могу, у меня ничего не получается, все, сдаюсь, бросил. То ему стоит напомнить, сказать, что, а я вот знал такую маленькую девочку, которая в 5 лет пошла туда, куда взрослые даже боятся помечтать, и она самостоятельно прошла, и она говорила, что я справлюсь со многим. И видно, как в человеке в этом маленьком включается этот потенциал. Открывается второе дыхание. И все, и он потом приходит и говорит, да, Пава, ты прав, у меня все получается. Вот эти крючочки, это очень важно. Хорошо, это здорово. Виктор, как пришла идея организовать вот такой семейный отдых? Какой-то опыт, наверное, послужил точку. Про остров, все, нам говорит шеф-редактор, напомнить вас, просить. Ну что ж, давайте тогда откроем на ваш секрет, да, что вы являетесь непосредственно организатором остров. Я живой, да, который у нас был показан даже по телевидению. Да, у нас родился, получается, два года назад, ну уже третий год пошел, проект «Я живой». Он был нацелен в первую очередь на то, чтобы люди проверили, насколько они свободны. Потому что в обыкновенной жизни, ну, некоторые люди говорят, зачем себе усложнять жизнь, она и так сложна. А вот насколько она сложна понять, и вообще сложности это нами придумано, или все же природой так заложено, то те люди, которые участвуют в нашем проекте «Я живой», они в первую очередь пытаются отказаться от тех вещей, к которым мы привыкаем как потребители. Это знаете еще, как называется, вытащить себя из зоны комфорта, да? Да, наверное, и в большей степени проверить, насколько ты свободен, насколько ты независим от каких-то мелочей, которые в обыкновенном быте присутствуют. Ну, та же теплая вода. Отключили ее, все, для нас это караул, конец света. Не дай бог электричество отрубили, и нету интернета. Еще, Виктор, я прерву вас, да, я посмотрела трейлер вот на вашей странице ВКонтакте, как раз где было снято вот видео, да, то есть люди говорили в кадре, что там у нас нет ничего, нет ни... И у всех такие грустные-грустные лица, я думаю, боже, как они там выживают, за что вы так над ними? То есть у них вообще даже не было возможности спичек там, ну каких-то вот самых-самых элементарных вещей. То есть это было так задумано? У нас было задумано, что ничего из того, что поможет выживать, мы не брали ни ножа, ни спичек, ни палаток, ни спальников, ни еды, ни воды. Мы шли без ничего. И самое интересное, что... Сколько продержались-то, да. Ну, мы заявляли, что на месяц эта страна нас пускала, и мы, ну, за минус дорога. То есть в общей сложности три недели. Ну, самое главное, наверное, было продержаться первые там 10 дней, тогда для тебя становится понятно. Первые три дня это очень сложно. Первые три дня постоянно... Шок, наверное, да. В голове, зачем, может сдаться, может уехать, всё бросить и так далее. Но где-то внутри всё же появлялась вот эта вот стержень, который говорил, неужели ты сдашься? Неужели, как и в жизни, всё на полпути? А как же идти до конца? И вдруг на 10-й день открывается такое потенциалище, такие возможности, что ты думаешь, боже мой, неужели я слишком маленькую планку поставил? Неужели я на это способен? То есть человек понимает, что он может больше, чем просто сидеть, скажем, дома на диване и говорить о том, что жизнь не удалась или ещё какие-то катаклизмы, да? Вы знаете, одной маме племянник сказал, куда вы её отпускаете? Она же при виде червяка визжит, пищит, она ничего не сможет. Так вот эта женщина самостоятельно добыла, когда огонь, у неё прям как крылья расправились. А когда она всю команду ещё накормила пойманной рыбой самостоятельно, то вот здесь вот как раз и открываются вот эти вот неограниченные наши возможности. Понятно. Ну что ж, Виктор, я желаю вам удачи, чтобы ваш проект, ну прежде всего семейный отдых, да, в общем-то дальше прогрессировал и люди на самом деле открывали в себе новый потенциал, новые возможности. Напоминаю, что у нас в гостях был Виктор Казаков, директор семейного отдыха «Разумные люди». Виктор, я прощаюсь с вами, до свидания. Спасибо, всего доброго.